МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует информационная служба телеканала МТВ. Студия Ольга Цымбарович. Расскажем о главном к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Третий день подряд Волгоградская область продолжает бить рекорды по росту заболеваемости коронавируса. За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 821 жителя региона. По данным оперативного штаба, из них 230 дети. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 30 районах региона. Больше всего в Волжском 277. Зараженных в Волгограде 153 человека. Полную картину заболеваемости по муниципалитетам вы можете сейчас видеть на экране. Однако снизилось количество умерших от осложнений, вызванных коварной болезнью. 13 человек погибли. Вместе с тем 195 жителей области успешно прошли домашнее и амбулаторное лечение полностью выздоровели. В Волгограде области растет число школ, гимназий, лицеев и детских садов, закрытых на карантин или переведенных на дистанты из-за коронавируса или острых вирусных заболеваний. Сегодня полностью на карантин переведены 83 учебных заведения региона. Из них 14 закрыты из-за заболевших коронавирусом. Из них 5 в Волгограде. 69 школ, гимназий и лицеев закрыты из-за резко увеличившихся случаев ОРВИ среди детей и педагогов. Также на карантин ушли отдельные классы в 162 школах по COVID-19 и 94 школах по ОРВИ. Более чем в 160 детских садах на карантин по гриппу и ОРВИ отправлены отдельные группы. Переведены на частичное дистанционное обучение в 18 колледжей. Напомним, ограничения и карантин в классах и группах вводятся в том числе, если заболел хотя бы один ребенок COVID-19 или свыше 20% детей ОРВИ. В Волгоградской области от коронавируса начали прививать детей. 1440 комплектов вакцинов «Спутник М» поступили в прививочные центры на базе шести детских медучреждений региона. В каждом из них сформировали лист ожидания и желающих вакцинировать подростков от 12 до 17 лет. Зарегистрировано 8 тысяч заявок. Дополнительные комплекты препарата ожидают в ближайшее время. О старте прививочной кампании в детской поликлинике номер 2 в Волжском расскажет Екатерина Кудряшова. В многодетной семье Борисовых коронавирусом официально никто не переболел и от новой инфекции привиты все, от мала до велика. Пример детям подали родители, бабушки и дедушки. Решение о вакцинации 14-летних двойняшек Саши и Лизы приняли коллективно и без раздумий. Наша семья придерживается таких правил. Мы вакцинируем детей с рождения. Ну и в то же самое решили про ковид, про ковидную ситуацию. Было удивление, что так быстро. То есть только ответили на прошколе, что да, мы согласны. Ну и буквально вот на следующий день медсестра позвонила сегодня, записала нас на 14.30 со школы. Перед прививкой осмотр у педиатра измерение давления, сатурации и термометрия. Подготовка к процедуре детей ничем не отличается от взрослых. Уколов Саша Борисова боится, но когда рядом мама и сестра двойняшка, уже не страшно. К тому же Саша гимнастка и как настоящая спортсменка умеет владеть нервами. Мне померили температуру, послушали, спросили, все ли хорошо. Мы заполнили некоторые документы и все. Леонид Белоусов тоже за здоровый образ жизни. Ходит в тренажерный зал и укрепляет иммунитет. Студент Волгоградского медико-экологического техникума в поликлинике один. Ему уже 16. Решение о вакцинации принял самостоятельно, без письменного согласия родителей. Будущий специалист-медик прививку сделал спокойно. Защита здоровья каждого дела общее. Причиной была вакцинация из-за того, что опасение близких здоровья, свое здоровье. Существительные, в принципе, нормально, все проверили, здоровье, все хорошо. Сделал прививку, так же все хорошо, ничего не болит. Чувствую себя хорошо. Для правильной транспортировки и хранения вакцины в детской поликлинике номер 2 в Волжском закупили морозильные камеры, термоконтейнеры и хладоэлементы. В декабре 2021-го медики прошли профильное обучение. В этом году получили 240 доз препарата «Спутник М». Пять раз облегченный вариант «Спутника Ви». Его концентрации достаточно для выработки необходимого уровня антител для защиты от вируса, что особенно важно в связи с всеобщим ростом заболеваемости. Ситуация развивается ежедневно, рост ежедневно фиксируется. Что касается уже детей с установленным диагнозом коронавирусной инфекцией, если брать прошлый год, у нас было порядка 25 детей постоянно, которые болели коронавирусной инфекцией. Сейчас эта цифра достигает 300. На вакцинацию очереди нет. В детской поликлинике номер 2 сформирован график записи на неделю. Ежедневно здесь планируют прививать 20 юных пациентов. Кроме того, на площадке учреждения организован амбулаторный ковидный центр для детей. Там углубленно обследуют контактных несовершеннолетних с симптомами ОРВИ или с подтвержденным диагнозом и определяют вид лечения. В связи с ростом заболевших ковид-19, председатель комитета облдумы по охране здоровья Наталья Семенова призвала жителей региона ограничить контакт между подростками и пожилыми гражданами. Особенность протекания коронавирусной инфекции у пожилых более тяжелая. Поэтому надо их как можно больше пожалеть в этом плане. И поэтому естественный посыл какой? Меньше контактировать, не ходить без необходимости в магазины, соблюдать дистанционный вариант и обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты в виде масок. В Волгоградской области сделать прививку детям старше 12 лет можно по предварительной записи в детской больнице номер 1 Волгограда и номер 2 Волжского, в детской больнице Камышина, а также в волгоградских детских поликлиниках номер 1, 6 и 16. Продолжается в регионе и вакцинация взрослых. На сегодня привито уже около полутора миллиона человек. Екатерина Кудряшова и Рубентальский. Время новостей. Главная задача – защита жизни и здоровья людей. Детали предоставления сотрудникам, которые почувствовали легкое недомогание трех дней на восстановление без оформления больничного, обсудили сегодня в ходе рабочей встречи с участием губернатора Андрея Бочарова и руководителей крупнейших производственных площадок Волгоградской области. Глава региона встретился с председателем совета при губернаторе по развитию промышленности ИТЭК, депутатом Волгоградской областной думы, управляющим директором Волжского трубного Сергеем Четвериковым и членом этого совета депутатом Волгоградской городской думы, директором Волгоградского алюминиевого завода Юрием Моисеевым. В центре внимания работа предприятий промышленного сектора в условиях продвижения нового штамма «Омикрон», обеспечения дополнительных мер для сохранения жизни и здоровья работников. Сергей Четвериков подчеркнул, руководители основных производственных площадок региона поддержали предложение Андрея Бочарова о предоставлении сотрудникам, которые почувствовали легкое недомогание трех дней на восстановление здоровья без оформления больничного листа. Напомним, глава региона обозначил возможность лечения на дому или обращения в поликлинику при возможном осложнении хода болезни. Причины принятого решения – осложнение санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе, сезонное увеличение простуд, ежедневный рост заболеваемости COVID-19. К сожалению, стремительно распространяется и новый штамм «Омикрон». В последнее время фиксируется большая заболеваемость людей. В день прирост составляет 30-40%. Все это вызывает увеличенную в разы нагрузку на медиков амбулаторно-поликлинического звена региона. Решение о предоставлении сотрудникам, которые ощутили недомогание трех дней на восстановление без оформления больничного, приняла и трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. По итогам заседания подготовлено обращение к работодателям. Поликлиники Волгограда начнут выдавать больничные дистанционно. Как сообщают специалисты облздрава, такие меры связаны с большим наплывом пациентов и желанием развести потоки больных людей, чтобы не допустить еще большего количества заболеваний. Новая волна коронавируса в совокупности с сезонными респираторными заболеваниями вновь привели к огромным многочасовым очередям в поликлинике. Однако теперь для того, чтобы получить лечение и больничный лист, не обязательно выходить из дома и подвергать риску жизни окружающих и свою собственную. Когда и больничный лист может выдаваться дистанционно, когда и доставка лекарств может быть бесконтактной, особенно для пожилых людей. Как поясняют специалисты, на сегодняшний день в два с половиной раза выросло число обращений в поликлинике пациентов с проявлениями вирусных инфекций. Медучреждения переполнены и специалисты разворачивают дополнительные колл-центры для приема звонков от граждан. Не приходя в поликлинику, можно сделать даже отбор мазков, если есть подозрения на коронавирусную инфекцию. Все это делается по вызову врача на дом. Защитить людей, которые в свою очередь оказывают незаменимую помощь заболевшим. Социальные работники Волгоградской области проходят вакцинацию от COVID-19. На сегодня прививку сделали почти 9,5 тысяч специалистов этой сферы. Социальный работник с 13-летним стажем Сусанна Аванесян к вакцинации от коронавируса отнеслась максимально серьезно. Ведь на ее плечах ответственность за здоровье и жизнь пожилых людей Кировского района Волгограда. Сегодня она решилась на ревакцинацию. Огромное количество контактов и не только с пожилыми людьми, а это поликлиники, магазины и очень много контактов получается и в транспорте и везде. Поэтому прививаться надо, я так считаю. Медработники отмечают, желающих пройти вакцинацию на сегодня очень много, но и прирост больных тоже, к сожалению, очень большой. Виной тому распространение нового штамма омикрон. Единственное, что может замедлить или прекратить стремительный рост заболевших – вакцинация. За последнюю неделю нагрузка на амбулаторное звено увеличилась, количество заболевших также увеличивается, наблюдается рост заболевших COVID-19. Но хочется отметить, что если в предыдущей пандемии у нас наблюдалось большое количество тяжелых пациентов, пациентов с пневмониями, то сейчас большинство ковидных пациентов переносит легкое течение. В Волгоградской области пройти вакцинацию можно в 63-х стационарных пунктах на базе поликлиник и больниц, а также в 10-ти подвижных прививочных центрах ТРЦ Волгограда и Волжского, интерактивном музее в Поймерике Царица, воспользоваться услугами мобильных бригад. Задача по формированию в регионе коллективного иммунитета поставлена губернатором Андреем Бочаровым. Коммунальщики продолжают вести борьбу с последствиями масштабного снегопада. Администрация Волгограда наказывает те управляющие компании, которые не выполняют свои прямые обязанности. После вмешательства представителей административно-технических комиссий расчислили от снега и наледи территорию во дворах почти 150 многоквартирных домов. Работа эксплуатирующих организаций на постоянном контроле муниципалитета. В случае невыполнения обязанности в адрес УК и ТСЖ направляют уведомление о необходимости устранить недочеты в течение суток. На сегодня представители районных администраций проверили территорию более чем 4200 многоквартирных домов Волгограда. Повторные проверки показали, что ряд УК исправили выявленные недочеты. Среди них ООО ПЖРП, территории возле домов по улицам Федорова 1-2 и Казака 11 в Кировском районе, ООО Рубин Родниковая 2, ООО ГУ ЮРВ, улица Оренского 2-1, также в Советском районе, в Тракторозаводском районе приведены в порядок 39 многоквартирных домов. Таким образом, по требованию муниципальных служб приведены в порядок придомовые территории почти 150 МКД. Напомним, что в обязанности УК входит также предотвращение образования наледей и сосулек на кровлях домов и козырьках подъездов. Коммунальные службы Волгограда продолжают выполнять снегоуборочные работы на общественных территориях. Расчисткой занимается и тяжелая техника, комбинированные дорожные машины и тракторы с навесным оборудованием. Первым делом приводятся в порядок самые оживленные тротуары, пешеходные зоны и территории в парках. На сегодняшний день коммунальщики очистили от снега 85% общественных территорий в Волгограде. К этому часу у меня все новости. Итоги дня подведем в 20.00. Не переключайтесь. Сегодня в Волгограде облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха минус 4,6. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова